Почему? Мы с вами говорили о том, что на рынке, где есть конкуренция, соотношение цены и качества является нормой. Вы этим никого не удивите. Но тем не менее бренд это гарантирует, и с этого бренд начинается. То есть он гарантирует, что вы оплачиваете определенный набор потребительских свойств. Вот это название вам гарантирует, что вы его получаете. Но этого мало. Вторая составляющая бренда. Социальная. Или назовем это так. Социальная идентификация. Что такое социальная идентификация? Бренд позволяет пользователю позиционировать себя в социуме по уровню доходов и образу мысли. То есть фактически бренд это ваша визитная карточка. Я не говорю, пользуетесь ли вы лично этим. У нас могут быть совершенно разные подходы к бренду. Но вопрос не в том, что мы лично любим или что мы лично считаем главным. Вопрос, что происходит на рынке. Значит бренд позволяет социально идентифицировать. То есть человек представляет свой доход и образ мысли. Что значит образ мысли? Допустим, возьмем такие примеры брендов, как одежда или автомобиля. Мы с вами знаем, что одна и та же одежда может иметь разную цену, но носить разную направленность. Одежда бывает классической, спортивной. Потом есть такое направление дизайнерское. С некоторым таким вывертом. Потом есть такое название, такое тренд остромодное. То есть скажем, в разных странах есть разный тип потребления. Например, есть такой скандинавский тип потребления. Скандинавский тип потребления это джинсы и фланель. И там в Скандинавии и в Эстонии, которая полностью переняла скандинавскую модель потребления, на улице встретить человека в дизайнерской одежде, такой достаточно яркой. То, что в Москве очень много, в Риге очень много. Там встретить человека в каких-то остроносых туфлях на улице, это, знаете, так придется еще искать, а потом долго оглядываться. Там большинство кроссовки, туфли на низкой подошве, джинсы, причем джинсы ноунейм, не дизайнерские, а какие-то из супермаркета. И вот какая-то фланелевая рубаха сверху. Нормально. Вне зависимости от уровня дохода, люди зачастую ходят там. Такая скандинавская модель. То есть, таким образом, используя бренд, человек демонстрирует другим свой уровень дохода раз, и свой образ мысли. То есть, он классический настроен, он настроен по деловому, игриво, по-дизайнерски. Выбирая некую модель, он по сути демонстрирует другим. Как и автомобили. Спортивные и классические могут стоить одинаково. Одно дело, вот там есть классический маркет, типа Бентлер Роуз-Ройс, есть в этих же ценовых группах всякого рода Мазерати, там Феррари, Ламборджини, да, проще маркет. При стоимости они там примерно одинаковы, но они несут абсолютно разную идею. Понятно социальная идентификация, что за зверь? То есть, хороший бренд помогает человеку себя социально идентифицировать перед обществом. То есть, он как бы такую форму носит, да, я такой дам. Третья составляющая. Значит, если вторая социальная идентификация, то третья самоидентификация. А что такое самоидентификация? У каждого из нас есть внутри себя некие потаенные желания. Иногда мы понимаем, какие они, а иногда не понимаем, какие они. И зачастую мы приобретаем какие-то продукты, неважно какие, потому что они откликаются, бывало так, на какие-то душевные ниточки. Вот откуда мы берем эти душевные ниточки? Очень часто из средств promotion. И вот, конечно, особенно активны на рынке в этом смысле всякого рода журналы глянцевые, да, которые во многом состоят из так называемых бренд-ледженд, да, то есть брендовых легенд. Вам пытаются продать какую-то идею. Прекраснейший пример самоидентификации это Marlboro, да, Cantum Alburo Country. Какая там идет реклама? Колбои. Идея, на самом деле, некой такой мужской самодостаточности, да. Человек, который живет там свободно, совершает какие-то поступки, там романтика определенная, да, может быть тяжелый труд, преодоление трудностей, да, то есть некая такая боевая единица в себе, да, вот. И это откликается на какие-то внутренние пожелания, да, вот кем-то быть, кем-то стать, да, какая-то тяга к свободе, к суровой мужской самостоятельности, да, в чем-то, просто к самостоятельности некой, да, вот, жить немножко не так, как другие, да. Кантум Alburo Country, такой страны нет. Вас приглашают не в географическую страну, да, в какой-то мир определенного образа жизни. И бьет это, в общем-то, часто на какую-то детскую романтику, подростковую, иногда на стремление сбежать от каждодневных обязанностей, да, и как-то плюнуть, сбросить в себя это кармическое колесо ежедневной суеты, да, и как-то вот жить какой-то своей жизнью, да, вот это продает вам Marlboro. А есть там какая-то, я уж не помню, сигаретная марка «Город ждет», да, там, ну, там продается совсем другое. Жизнь, жизнь мегаполиса, да, такого, жизнь такого метро-обитателя, который там живет активной вечерней жизнью, там какие-то вечеринки, клубы, тусовки, да, то есть, это совсем другая идея, да, то есть, вам продается опять, сигарет сам себе вообще ничего не значит, там, если замечаете, там, половина ролика, там, три теста занимает не сигарета, а вам продается идея, не все ли равно, простите, чего в рот совать, да, в общем-то, по большому счету, да, вопрос, что табак табаком, но вы покупаете идею, а вам пытаются продать вот эту идею, вот это и есть самоидентификация, да, это попытка нащупать какие-то ваши потаенные стремления кем-то быть, да, и у каждого из нас что-то есть, да, тут стесняться тут нечего, просто средства промоушен всеми силами туда стараются попасть, более того, это очень легко проследить по спиртным напиткам, ну, уж извините, женщина, такая тема, да, может быть, не совсем для вас самое актуальное, да и для мужчин-то, в общем, относительно не самое актуальное, не все мы пьяницы, да, но если мы посмотрим крепкие спиртные напитки и возьмем таких три напитка, как коньяк, ром и виски, если мы говорим о качественных напитках, они продаются примерно в одну цену, да, качественный ром, качественный коньяк, качественные виски стоят примерно одинаково, да, там, они выглядят примерно одинаково, это напиток золотистого цвета, если ром выдержанный, да, а не белый, да, Там уже анея или оуд какой-то, да, они все достаточно бежевого такого цвета или темного, там никогда не встретишь белый. Белый это так называемый одинарный трехлетний, да? Крепость их, как правило, 40 градусов, если это не специальный какой-то розыск, как у виски, бочковая крепость, то это крепость одинаковая, 40-градусный напиток, правда? В чем же разница? Помимо вкуса. Каждый напиток продает какую-то идею. Как вы думаете, что продает коньяк? Ну, подумайте. Неважно, любим мы его или нет, да? Вот побудем немножко маркетологами. Что продает коньяк? Из какой он страны происходит? Пытаемся выяснить. Статус. Статус. Не только. Хорошо, я так спрошу так. Чем условно.